всем привет на канале готовим вкусно с вами я павел и вы по мне очень сильно соскучились как я понимаю мы уже давно не снимали не снимала давно ничего не или не я но в нашей жизни происходит куча различных таких интересных вещей где-то проблем где-то наоборот успехов по другим проектом но мы вернулись и мы снова начинаем регулярно снимать наши видео сегодня мы с вами рассмотрим очень простой и скажем так безумно вкусный рецепт копченых ребрышек для этого я взял говяжьи ребрышки и взял свиные ребрышки по этому рецепту кто подписан на наш инстаграм или фейсбук те видели что ребрышки свины я уже там коптил и я выкладывал фото обещая сделать рецепт и сейчас я вам покажу как сделать это быстро вкусно и с минимальными трудозатратами или с минимальными затратами по деньгах рецепт очень простой и состоит всего из двух ингредиентов 1 это соль 2 это смесь пяти перцев я не хочу чтобы вкус мяса перебивала что-то вроде чем она там розмарина базилика и так дальше это все нам не нужно потому что копченое мясо все-таки хочется кушать и ощущать вкус мяса вкус дыма без дополнительных каких-то примесей потому что во первых мясо само по себе как минимум говядина достаточно ароматная во вторых дым он такой плотный и при во время копчения если мясо не замачивает на очень долго то фактически все что было наверху из каких-то таких тонко играющих специи вроде розмарина она просто все заглушиться дымом и смысл их использовать нету итак начнем мы со свининки вот такие у нас свиные ребрышка я специально брал какие-то небольшие такие чтоб было удобно с ними работать все что мы делаем это для начала посыпаем солькой повторяем процедуру для обратной стороны вот тут где вот эти пленочки что можно сделать для того чтобы они не мешали пропитываться мясу дымом их можно подрезать по кости и между костями под воздействием температуры они будут сворачиваться и будут открывать доступ к мясу со второй стороны также посыпаем это все солью посыпаем это все смесью перцев как можно не стесняясь прибиваем все со свининой мы закончили мы ее откладываем так она должна полежать минут 40 переходим говядине ребра мне попали я поздно пришел на рынок такой уже что-то не очень красивая но это нам никак не помешает говядину нужно зачистить от вот этих всех вот пленочек вот это все мы сейчас берем и срезаем это тоже будет нам мешать пропитываться мясу видите как руками можно выбирать эти все пленки тут на ребрышках был такой симпатичный кусочек принципе его даже можно пустить на стоите при желании лишние кусочки жира с говядины можно срезать то что мне нравится аналогичным образом поступаем с говядиной мясо здесь не супер дорогое заплатила за него порядка 240 рублей за килограмм также посыпаем это все перцем если нету смеси перца можно взять и обычный черный перец но мне нравится такая легкая острота которая дает каенский перец поэтому я беру смесь перцем все так же оставляем минут на 40 пускай лежит в это самое время можно разжечь костер буду я готовить его в двух разных вариациях то есть одно у меня есть кто видел ранее ролики мангал из газового баллона и рядом еще есть такой псевдо мангал который мне пришлось соорудить потому что скорее всего вот это и вот это все не влезет одну площадку ну погнали разжигать костер итак что касается мангала если у вас такой вот мангал которому закрывается крышка вот так соответственно проблем нету что делать вот такой вот тема я вам расскажу буквально через пару секунд и итак огонь нам нужен только в одной части мангала мы все угли потом сгребем но мангал должен прогреться потому что копчение у нас будет теплого типа она и не горячие и не холодное она будет теплого типа она максимально объективно быстро готовит мясо и максимально вкусно разжигаем огонь много углей нам не надо так чтобы хватило часа на два-три медленного тления огонь горит горит все осталось сделать дополнительное приготовление сейчас мы приступаем и так для того чтобы коптить на мангале на котором не закрывается крышка все что нужно сделать это из фольги какой-то вот такое вот такое полу одеяльце например сейчас ветер достаточно тяжело им управлять но я вам покажу что мы делаем следующие шаги по форме нам нужно сделать вот так вот вот такой домик как-то его здесь закрепить итак почему во время копчения важно чтобы там где вы коптите или вы делаете самодельную коптильню или вы будете делать точно также на мангале или там с помощью фольги очень важно чтобы был вот этот изгиб потому что во время того когда вы закрываете дым начинает собираться такие капельки смолу и если эта смола будет просто с ровной поверхности капать на мясо ну это во-первых не очень вкусно во-вторых достаточно вредно нам мало того что копченое мясо само по себе вредное так еще вот эти капельки тоже буду добавлять туда и для вашей поджелудочной больше нагрузку и они не нужны поэтому старайтесь когда вы делаете либо для себя либо самодельно либо такие одноразовые как вот тут у меня сзади стоит старайтесь делать какой-то такой пока ты короче потолок для того чтобы вот эти все капельки они собирались то не как али ровно на мясо а стекали по бокам итак огонь горит догорает мясо уже пропитала всеми специями что мы делаем следующим образом смотрите не у всех есть какие-то там крючки для копчения мяса и так дальше у меня их тоже нету по крайней мере на текущий момент я только планирую построить какую-нибудь профессиональную коптильню или полу профессиональную мы используем шампура обычная самая шампура берем мясо и пробивая нам понадобится бета по три шампура для того чтобы обеспечить хорошую устойчивость стараемся так чтобы мясо находилось в нормальном упоре на них все кусочек у нас так будет вот и висеть один кусочек сюда же добавляем второй кусочек аналогично между кусками мяса должен быть зазор чтобы дым хорошо через него проходил видите какая штука получается интересная все с этим закончили теперь говядина аналогичным образом поступаем из говядины у нас есть такой вот кусочек филейки который провести можно было пустить на стоит но копченая говядина мне нравится тоже весьма весьма неплохо поступаем аналогичным образом смотрим где у нас есть за что зацепиться шампуру вообще ребра такая деликатесная штука на самом деле я еще не встречал человека который бы не любил ребрышки ну а само собой штатах это целый пульт люди соревноваться кто из них лучше готовит эти самые ребрышки нас все говядинка также готова чтобы скопиться самое время приступать к копчению итак огонь перегорел остался жар жар это то что нам нужно для того чтобы генерировать дым для этого возьмем фольгу положим ее вдвое и закроем на жар таким вот образом ранее подготовил из груши вот такие шашечки на доме дымогенераторными у меня нету какого-то специализированного дымогенератора да он мне в принципе не нужен для моей задачи эти шашечки выкладываем вот так вот на фольгу фольги можно сделать несколько дырочек для того чтобы обеспечить более качественное прогревание этих шайб вот примерно так оно должно выглядеть для перестраховки я возьму еще один кусочек фольги полностью закрывать не буду так лишь бы изолировать открытый огонь не дай бог от мяса и берем наши ребрышки стараемся их определить на нужную длину в принципе все закрываем мангал теперь видите дым начинает выходить со всех щелей для того чтобы этого избежать помочь и фольги пытается закрыть участки для утечки например вот здесь идет активное образование дыма что касательно температуры почему она называется именно теплым они горячим или холодным сейчас я вам покажу нам необходимо несколько капель воды для того чтобы посмотреть как наглядно это происходит вот здесь температура будет подниматься максимум где-то 100 110 градусов а вот здесь температура будет около 200 для того чтобы мясо покрылась какой-то золотистой корочкой будет этого недостаточно если она будет находиться вот здесь то есть она будет готовиться при 120 градусах этого вполне достаточно для того чтобы она хорошо приготовилась и соответственно того объема дыма который здесь есть достаточно будет для того чтобы она прокоптилась видим что здесь еще есть некоторые утечки также изолируем их помощью фольги в принципе это все все запаковано небольшие утечки дыма есть но нам это не страшно теперь на ближайшие полтора часа ну может на час кому как угодно будет можно будет открывать это периодически смотреть но не чаще чем раз полчаса для того чтобы посмотреть на результат но среднем это занимает это час-полтора вот так его поставили и все она медленно готовится аналогичным образом поступаем и со вторым мангалом закрываем угли для того чтобы изолировать температуру аналогично забрасываем наши дымовые шайбы ветер нам немножко мешает его надо было по хорошему чем-нибудь закрепить сейчас мы отснимем и будем думать чем его закрепить укладываем наше мяско ну и закрываем нашей импровизированной крышкой аналогично упаковываем все щели дырочки точно так же здесь фольгу итак друзья прошло у нас полтора часа и мы смотрим что у нас получилось получилось у нас вот такая обалденная и крутая история теперь вот это нам нужно вывесить минут на 30 чтобы она во первых остыла полностью во вторых немножко проветрилось и убрала излишний аромат дыма похоже история у нас происходит и на маленьком мангале вот такие замечательные кусочки у нас получились вывешиваем их итак друзья я потерял петличку поэтому могут быть какие-то звуковые помехи у нас все готово обалденные вкусные ребрышки у нас уже приготовились и начнем дегустацию начнем пожалуй со свининки здесь такие толстенькие кусочки давайте разрежем и посмотрим отлично никакой крови нету мяско проготовилось запах запах такой мясной и копченый фактура мягкая ему бы еще повесить минут 20 но время поджимает солнце заходит поэтому нужно пробовать такой дымный хороший вкусный аромат возле кости никакой крови нету получилось аналогично как и прошлый раз обалденно вкусно так что у нас получилось говядиной первый раз копчу говядину смешаем поменьше сюда смешаем говядину сюда возьмем какой нибудь кусочек аналогично мясо серое, то есть оно готово, температура здесь была явно выше 10 градусов сальто? обманул говядина вы знаете, вот с точки зрения вкуса вкуснее говядина, с точки зрения под пиво я думаю все таки лучше пойдет свинина, такое копченое мясо может около семи дней, мух целая куча, где вы взялись, может около семи дней хранится в холодильнике, так у нас выглядит свининка на среде и наша говядина, вот так выглядит говядина на среде, все абсолютно готово, все обалденно вкусно, собственно говоря все получилось, можете коптить чуть больше, чуть меньше, все зависит от температуры, которая у вас находится на мангале и в принципе методом проб и ошибок вы для себя выясните оптимальные варианты по длительности и по времени, но вот те цифры, которые я назвал, этого как правило вполне достаточно ну а с вами был канал Готовим вкусно, кушайте много, кушайте натуральные продукты ну и может есть предложение, что можно сделать с вот этим вот козликом пока утащилась то что Vale, ладно, а и с вами было от 노ето ну и